Девушки отдыхают «Новый сезон» всегда интересен. Основной вопрос – начать с чего-то малого и набирать обороты, или сразу вставить значительную сцену, не откладывая на потом. В данном случае мы начали с очень важной сцены. «Смертельный урожай» Все умирают, и... мотор! В том была ваша ошибка. Оставь одного волка в живых, и овцам покоя не видать. Я обожаю эту сцену. Сперва мы думаем, погодите, Уолдерфрай мертв, что происходит? Я была в восторге от того, что мне сделали полноценную маску. Ее подогнали под мое лицо. Но я выглядела как Дэвид Брэдли. Мне было намного интереснее и проще раскрыть себя, снимая чужое лицо со своего, а не просто его изображая. По сути, актеры тянут за свою кожу. Затем все монтируется. Подгоняются движения рук и расположение кадра. Уолдерфрай делает так, а Ария повторяет движения под другим углом. В итоге кажется, что маска снята. Весьма эффективный ход. Также достоверности придает играм Эйси. Она прекрасно отыгрывает преображение. Мне нравится момент, когда она поворачивается к жене Уолдера и говорит... Тебя спросят, что случилось? Ответь, что Север помнит. Прекрасное начало сезона. Прекрасное введение Арии, которое показывает ее развитие. Она осознает свою силу. Да, некоторые могут заявить, что не обязательно было убивать всю армию фреев. Но они были скверными людьми. По ним не будут скучать. Зомби-грим Армия мертвых очень важна, потому что это общий враг. В итоге всем придется с ними сразиться. Это враг, превосходящий остальных врагов. Никто не знает, как с ними бороться. Основной вопрос – осознают ли это люди. Подумают ли они, как бороться с главным врагом, или еще раньше сожрут друг друга живьем. Великаны-зомби с нами уже работали. Иэн Уайт и Нил Финглтон. Они снимались в четвертом сезоне. Грим схожий, но есть взаимозаменяемые кусочки, а также слегка поменялась цветовая гамма. Костюмы тоже были другими. В итоге мы создали четыре разных образа. Что касается ходоков, в этом сезоне мы решили поднять планку и придумали огромное количество зомби-образов. Они по-прежнему комбинируемые и универсальные, потому что у нас огромное количество каскадеров. Мы решили улучшить грим. Работа была масштабной, но мы смогли использовать существующие шаблоны и при этом сделать много нового. Прекрати. Эд Ширан в красно-золотом Красивая песня. Я ее не слышала. Она новая. У Эда Ширана прекрасный голос. Мы знали, что он поклонник сериала, а Мэйси – его личная фанатка. Мы решили, что будет интересно снять его в одной сцене с ней. Я получил сценарий и увидел, что я солдат Ланнистеров, столкнувшийся с Мэйси. Я думал, нас в итоге перебьют. Мотор! Не хочу красть еду. Ты не крадешь. Мы предлагаем. Ну же, ночь будет холодной. Это приятная возможность пообщаться с другими людьми без какой-либо лжи и уловок. Мне кажется, здесь показывается, что это типичная война. Сражаются обычные люди, молодые парни. Она с радостью слушает их истории из обычной жизни. Она понимает, что может успокоиться, расслабиться, поесть и пошутить. Так зачем славная девочка едет в столицу одна? Чтобы убить королеву. А потом к Хайгардену? К Хайгардену. Властная походка Сцена в зале с картой была очень важна. Мы с Леной и Николаем долго ее обсуждали. Ты боишься меня? А надо? Ее переполняет жажда мести. Враги на юге. Ей нужно уничтожить все, что причиняет ей боль. Враги на севере. Она живет одной единственной целью. Мировое господство. Мы вводим новое место действия. Двор в Красной крепости. Там нарисованная вручную карта. Она потрясающе выглядит и имеет большую метафорическую ценность. Она ходит по изображению мира и раздумывает, как его покорить. Хочется отразить и этот аспект. Мы решили, что нарисованная на полу карта – это хорошая затея. Враги повсюду. Мы окружены предателями. Мы знали, что наш художник, Джим Стейнс, создаст нечто потрясающее. И он усердно над ней работал. Мы хотели, чтобы были аллюзии к заставке. Для этого мы использовали схожие шрифты и изображения. И выбрали красивые цвета. И все это потом было обработано на компьютере. В итоге мы распечатали изображение. В нужном размере. Мы сделали псевдо-средневековое изображение городов, потрудились над шрифтом. Пришлось долго обсуждать все с дизайнером. Затем приехали два художника – Дэйв Паккарт и Грэг Винтерс. И нарисовали подготовленное мной изображение на полу. В начале сцены Джейми вежливо, но твердо выдворяет персонажа, которого играет Джим Стейнс, создатель карты. Мне кажется, он не ожидал, что долгая работа на коленях будет такой скучной. Но он молодец. Снято? Отлично. Снимаем дальше. Мне кажется, довольно интересно наблюдать за Сэмом в новых условиях. Он прибыл в эту башню знаний, чтобы узнать секреты известных и тайных миров. А в итоге стал винтиком огромной машины. Сэму ужасно живется. Его мечты не нашли отражения в реальности. В нашем сериале мы редко используем монтаж. Отчасти дело в том, что для его правильного воплощения требуется много времени и ресурсов. Барни пришла к нам и сказала, «Нам выделено три с половиной дня на монтаж. Это очень много времени для съемок, где-то двухминутной сцены. В итоге мы склеили сцену, и она была уморительной». Королева возвращается домой. Возвращение в место, которое тебя породило, туда, где началась твоя жизнь и завершилась жизнь твоей семьи, это эпический момент. Возвращение Дэнни – это очень интересно. Здорово, что «Игра престолов» позволяет снять подобные кадры как надо. Можно не торопиться, выделить все необходимые ресурсы, подчеркнуть важность момента. Так как диалогов нет, на Эмили большая ответственность. Она играет все своим лицом, действиями и движениями. Также груз ответственности лежит на художниках-оформителях, потому что другим главным действующим лицом является само место. Дейнерис должна ощущать свою связь с этим местом. Внезапно все, о чем она слышала, оказывается перед ней. Это было интересной задачей. А место съемок, расположенное в Испании, было потрясающе красивым. Мы искали место, имеющее определенный вес и значимость. Когда мы прибыли на пляж Зумайя, мы поняли, что местные геологические формации уникальны, и потому несут особый вес. Мы не могли это проигнорировать. Зачастую нам приходится делить сцену на несколько мест. В конечном счете мы решили, что можно снять основные материалы в двух местах – Испании и Северной Ирландии. Прибытие снято в Зумайе. Затем мы поднимаемся по платформе, забираемся на лестницу и оказываемся в Белфасте. А когда она заходит в двери, действие продолжается в Сан-Хуане. Там она поднимается по ступенькам в замок. В совокупности все эти места образовали облик драконьего камня. И все это благодаря уникальным скалистым породам. Они являются особыми и уникальными для этой части света. Создание драконьего камня Врата драконьего камня. Они будут в кадре секунд 30. Но на подготовку декорации ушло много сил и ресурсов. Наши скульпторы вырезали две гигантские драконьи головы. А эти огромные прекрасные двери были придуманы и построены здесь. На месте съемок в Испании присутствовали внушительные породные формации в виде массивных борозд. Мы сумели повторить эту уникальную структуру в боковых коридорах. Мы использовали местные камни. Мы отправили в Испанию свою команду, и они сняли слепки с камней. С их помощью мы создали оттиски. И с помощью этих форм мы создали коридоры в пещере. Мы сумели спроектировать своеобразное природное геологическое путешествие. Кульминацией стал тронный зал, где мы создали новую архитектуру. ХОЛОД КАМЕННОГО ПРЕСТОЛА ПОТРАЧЕНО ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ МНОГО СИЛ МОГУ РАБОТАТЬ НЕ ГЛЯДЯ Чудесно выглядит. Весьма драматично. Да, очень. Потрясающие углы. Драконий камень уже был показан в предыдущих сезонах, до моего прихода. У нас уже были залы с картами. Мы уже показывали пещерообразное место. Я хотела, чтобы в этот раз мы начали с пещеры и развивали эту тему. Затем мы сумели отразить прекрасные геологические формации с помощью трона, трона драконьего камня. Мне кажется, это внушительная картина. Мы сказали ей одно. Он должен быть внушительным и пугающим. И что трон должен быть вырезан из камня. Все, больше мы ничего не сказали. Когда мы впервые увидели его освещенным, он выглядел очень эффектно. Когда мы создавали эту площадку, многие, и я в том числе, ощущали себя весьма неуютно. Я не стал бы проводить в этой комнате много времени. Это новый подход к залу для аудиенции. Он не очень гостеприимен. Напротив, в нем люди пугаются и нервничают. Пожалуй, это наша лучшая площадка. Вид был впечатляющим. Мы жаждали начать съемки. Зал для аудиенции невероятен. Одна из самых потрясающих декораций, которые я видела в своей жизни. Каждая секунда пути от корабля до места, где она будет планировать свои завоевания, имеет различный оттенок. Мы осознаем, что в месте ее рождения существовала особая культура, целый мир. Вы получаете представление о его уникальности. И потому ее возвращение весьма драматично. Начнем? Игра престолов. Смотри в Амедиатеке.